Тамара Фокина в должности руководителя всего второй месяц. Последние годы женщина работала библиотекарем, и сейчас ей приходится не только разбираться в делах покойного мужа, но и бороться со стереотипами. То, что я библиотекарем работала, это ничего не значит. Образование у меня сельхозное. У женщины образование агронома. Она не только легко переняла управление на себя, но уже строит планы по расширению хозяйства. Мы сейчас хотим еще построить, так как у нас немножко расширение происходит, поэтому доильный двор. Вот, значит, в той стороне вот эти вот дворы, которые здесь, старый двор мы этот будем полностью сносить, убирать и на этом месте строить наподобие этого двора своими силами коровник. А совсем недавно здесь реализовали еще один проект по программе «100 плюс 100». Осенью завершили строительство телятника на 150 голов. Механизаторы возводили его по собственным наброскам. Центральность заасфальтирована, чтобы заходила техника, раздавала там, а внутри мы не стали асфальтировать, потому что там у нас скотина находится, идет подстилка. И вот эта подстилка убирается, селится свежая подстилка. А середина у нас заасфальтирована, она вот чистенькая. Сейчас, видите, даже она чистенькая у нас. И когда скотина стояла, тоже было все чистенько у нас. Корма раздали, метелочкой подобрал, вилами подобрал, опять это же скотине подвинул, и все, она ела у нас. Будущий доильный двор – очередной этап расширения хозяйства. Ферма и сейчас лидер по надойму производству мяса в районе, и Тамара Фокина этих позиций сдавать не намерена. Раньше это было дело жизни мужа, теперь – ее жизни. Ирина Вяткина, Сергей Балуев, Катунь, 24.